Музыка По-настоящему рождественская погода встречает горожан и гостей Крымской столицы в этом году. А прихожан и паломников Кафедрального собора святого благоверного Александра Невского – вот этот замечательный вертеп. Как известно, придя на землю, Христос не был встречен богатством, славой и знатностью. У него не было пристанища и не было даже обычной колыбели. Он родился за городом, в пещере был спеленут и положен вот в такие ясли, куда обычно насыпают корм для животных. В храме ощущение великого таинственного торжества разлито в воздухе. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и векарный епископ Ялтинский Нестор возглавили праздничную литургию в Кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Облачения духовенства такие же снежно-ослепительные, как и пейзаж на улице. И вновь и вновь мы слышим ликующую песнь ангелов. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеческих благоволение. Церковь встречает на земле предвечного Бога, который, родившись в Ипплиеме под Преснодевы Марии, стал человеком. По слову Евангелия, пришествие на землю Спасителя несет каждому из нас высший мир. Исполняется пророчество псалмопевца. Господь крепость людям своим даст. Господь благословит люди своя миром. Паломников в храме примерно столько же, сколько и прихожан. Мы приехали из Москвы на машине, как раз опробовали трассу Таврида, заснеженную целиком, для того, чтобы, конечно, по святым местам крымским и встретить здесь с родными, с близкими Рождество. Погода просто сказочная. В Крыму редкость увидеть столько снега. Поэтому сегодня просто Рождество и сказки. В эти рождественские праздники я хочу пожелать всем людям мира, любви и, конечно, всего самого-самого хорошего. Всем-всем-всем, вне зависимости от конфессии, от религии, это мира. Будет мир, будет все хорошо. Призываю всех в этот торжественный день соединить свои усилия, чтобы радость Рождества Христова коснулась сердца и души каждого человека. Будем же помнить, что истинный мир дается только всемилостивым Господом. Лишь шествуя вслед виприемской звезды по пути Христову, мы обретем мирную жизнь на земле и вечный мир в его небесном царстве. Митрополит Лазарь благодарит духовенство и паству за молитвы и труды во славу Матери Церкви. Сердечно благодарю вас за теплые слова поздравления, а также за труды, которые вы несете во славу Божию, за ваше служение и проповедь Христа словом, делом, примером своей жизни. И, конечно же, паки и паки Владыка поздравляет всех с праздником Рождества Христова. Родившийся в Иплиеме Богомладенец да благословит всех вас в Новом году миром, здравием и успехом во всяком добром деле. Да принесет Он в наши, да мы радость жить в согласии и любви и правде Его. В этот священный праздник обращаю к вам слова святого апостола Павла. Братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будете единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Христос рождается! Славяйте Бог! Христианство, религия, воплощение Пресвятая Дева, Мария родила Сына Божия, на землю пришел Бог, ставший человеком. Когда святого Афанасия Великого спросили, зачем же все это произошло, он в одной фразе сформулировал для грядущих поколений суть христианства. Божие Слово вычеловечилось, чтобы мы обожились. Иными словами, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Как это понимать? Любой смертный человек, честно заглянув внутрь себя, может почувствовать, что на самом деле противится своей смерти и втайне надеется, что в силу неких пока неясных обстоятельств ее как бы не случится. Христианство дает свой ответ на эту надежду о преодолении смерти воскреснуть вслед за Христом. Для этого он и воплотился. Факт Боговоплощения, то есть Рождество Христово, дает такую перспективу жизни после смерти. Воздаем хвалу Спасителю и Богу нашему Иисусу Христу, Который вочеловечился для того, чтобы мы обожились. Хочу вам, Владыка, пожелать от Бога Младенца Христа по его великой незначенной милости, крепких сил, здоровья, благодати, долгих лет служения и всякого преуспияния душевного, телесного, архипастерского, жизненного, чтобы все земное становилось небесным и земное просвещало то, и неместое просвещало то земное служение, которым вас призывал однажды Господь и на долгие-долгие годы во славу Божию, на благо Святой Церкви и во спасение вашей многочисленной паства. Храни вас Господь, Владыка. Христос рождается, и мы его славим. Славим его! Дорогой Владыка, сердечно поздравляю и я вас. Желаю здоровья, желаю крепости сил. Хотел бы понести Викремского ягненка, недавно привезли из Иерусалима, с той радостью и любовью. Много трудов, полагаете вы, Владыка, для того, чтобы эта радость воссияла в душах и сердцах наших крымчан. А мы, здесь собравшиеся, молим Господа и Спасителя нашего, родшегося в Вифлееме, чтобы Он даровал вам духовную радость, здравие телесное, нам многое и благое лето. Христос рождается! Славим его! Все монашеские братья Сиферопольской крымской епархии искренне благодарят своего архипастыря, священного архимандрита, святых крымских обителей, за особое попечение о жизни в монастырях и о жизни самих монахов. В этом году, Владыка, в этом месяце мы принимаем парк, который именно вашими трудами, вашим ходатайством к правительству Российской Федерации, к правительству города Севастополя был обновлен парк при Святогеоргийском монастыре. И этот древний монастырь в этом году получил новое развитие и былую славу дореволюционную. Мы благодарим вас, Владыка, за то попечение и любовь и ваше наставление монашеству. Христос рождается! Воссиявшая вифлиемская звезда вновь вернула людям свет Божьей славы, Божьей радости, любви. И все те надежды, которые Господь полагал, сотворяя мир сей земной, снова стали актуальными. Люди, жившие изначально в гармонии и в радости с Богом, перестали какой-то период времени желать трудиться ради Христа. И жить восхотели ради самих себя, и потеряли свет Божий. Их умы омрачились, сердца их отяготились, тьма поглотила жизнь. И вот мы видим, какой радостью все это время, каждый рождественский день, каждый пасхальный день, мы наблюдаем, как люди просвещаются снова-снова обетованиями Божьими. Радостью присутствия Бога среди людей. Именно для этого и существует учительство и ученичество, чтобы донести людям весть о приближе всем Царстве Божии, о том, что Господь всех призывает и желает видеть в общении с собой. С праздником, Святой Ладыко, примите и от нас смиренное поздравление. Христос родился, мы Христа пришли восславить, а вас с праздником поздравим. Спасибо, Господи! Храни Господь! Новый год по старому календарю почти вся крымская столица, уже во второй раз встречает весело в парке имени Гагарина. Я думаю, что Новый год за столом отмечать уже все устали, праздники затянулись, поэтому мы считаем, что лучше тепло одеться и выйти всей семьей в парк. Сегодня мы подготовили соревнования традиционные среди групп календарю. У нас зарегистрировалось уже около 12 команд, сейчас будем делать перекричку, сейчас начнется самое интересное. И подготовились и приходы, и парфиальные, и молодежные коллективы, и школы. Надеемся, что гражданам понравится и будет весело. Кроме того, хотелось бы рассказать, что эта традиция, это же люди ходят и поздравляют хозяев с праздниками, говорят о том, что Христос родился, славят Христа. А у нас почему-то в последние годы это все скатилось в какое-то попрошайничество. Для того, чтобы изменить в сознании людей, показать, как бывает по-настоящему, мы вот второй год это и делаем. Это старая традиция, но вот со временем, почему-то в последнее время, она сходит на нит, и мы надеемся таким способом привлечь всех жителей, именно отмечать Старый Новый год весело, с плясками, с колядками, в костюмах. А куда же так спешишь ты, брат мой дорогой? Брат, бегу я, бедный еду, поспеши со мной. Говорят, по всюду, так спешилось чудо, расскажу тебе дорогой, брат любезный мой. Наши пастухи сегодня до нас не стадал, полный взрыв преобразил, а все как никогда. Свет великий посиял, словно белый гейнастан, Команды Христославов репетируют, на месте не стоят, чтобы не озябнуть. Горожане торопятся из всех концов Симферополя в карнавальных костюмах с вифлеемскими звездами, на ходу повторяя слова любимых колядок, чтобы на сцене выступить с блеском. Мы не имеем просто права это все, знаете, прервать, чтобы на нас это остановилось. Поэтому я хочу очень, чтобы мои дети, мои внуки видели эту прекрасную традицию и помнили о ней, и передавали своим. Мне очень нравится выступать, и мы выступаем, у нас красивые костюмы, ну и у нас коллектив сам по себе очень сплоченный. Я очень рада, что я буду выступать уже во второй раз с разными командами, и мы, наверное, в этот год займем первое место. С воспитанниками детской воскресной школы при Свято-Троицком женском монастыре мы знакомы с незапамятных времен. Они желанные гости на каждом празднике и даже делятся с нами своими маленькими секретами. Чтобы я хорошо закончила этот год в школе и в музыкальной школе, и чтобы у всех все хорошо сложилось в жизни. Все колядники были хороши и, конечно же, не остались без наград. С Новым годом, дорогие! Желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас все в жизни получалось, и только доброе к нам приходило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин